Если мы осуждаем своих родителей за их грубое воспитание, будут ли нас наши дети тоже за что-то осуждают? Конечно. Ведь не факт, что мы все правильно сделаем. Конечно, не факт. Как этого можно избежать? Смотрите, интересно. У меня, допустим, грубое воспитание было. Родители меня грубо воспитывали. Я как буду воспитывать? Два варианта. Или я тоже буду грубо воспитывать? Или как я буду делать? Баловать своих детей. Баловать. Потому что, смотрите, есть две вещи. Проявление истинной любви. Два проявления истинной любви. Это уже у нас... Еще три минуты начало. Проявление истинной любви. Смотрите. Первый вариант. То есть один вариант только. Строгость. Строгость. И нежность человеку одновременно. Строгость к ребенку и нежность одновременно. Когда возникает? Когда ты не относишься к нему как к объекту наслаждения. А относишься к нему как к тому, кто дам тебе по судьбе Богом для того, чтобы из него сделать человека. То очень трудно одновременно быть строгим к ребенку и добрым. Или ты строгий означает грубость. Или ты добрый означает баллы. Одновременно строгим и добрым трудно. Почему? Потому что настоящая любовь труднодостижима. Надо ее культивировать. Настоящая любовь проявляется в сильном, благородном сердце. Сердце слабое означает, хочет наслаждаться ребенком. Целовать его в попу. Смотреть, какой он хороший у меня. Настоящий этот ребенок Индига. Настоящий. Он у меня необычный мой ребенок. И как у всех остальных. И он сам знает, что ему надо. И не надо мне ему особо его воспитывать. Все у него и так хорошо у моего ребенка. Такой идеальный у меня. Что ему нужно? Единственное, что ему нужно, это нужно, чтобы я им наслаждался. Результат будет очень печальный. Очень печальный. То есть до 5 или 5 лет надо наслаждаться ребенком. Потом резко перестать наслаждаться. Об этом говорится. Женщине невозможно объяснить, что надо ребенка воспитывать или наслаждаться. Потому что в сердце есть сильное желание наслаждаться ребенком. Сильное желание. Но если женщина честная, то она это желание направляет в правильное русло. Любое желание можно использовать как хорошо, так и плохо. Если ты сильно хочешь испытывать счастье в отношении со своим ребенком. Ну тогда сделай это правильно. Сделай это правильно. Для этого целая лекция у нас сегодня будет. Потому что без знания невозможно ничего сделать правильно. Только знание дает человеку возможность жить правильно. Смотрите, в нашей жизни все соткано из испытаний и соблазнов. Все абсолютно. Куда бы мы ни взглянули. Так устроен этот мир. Но есть знание. Как же правильно? Может быть это знание сегодня здесь будет звучать. А может быть и нет. Это ваша уже оценка будет ваша.